Сегодняшнюю ежедневную встречу я хочу начать по-японски, поэтому Охайо гозаимас, что в переводе с японского означает «доброе утро». Вы дальше поймете, почему я именно так начал ежедневную встречу, и есть этому вполне логичное объяснение. Но пока к новостям. Новостей на прошлой неделе было не так много, но тем не менее немножечко было все-таки. Буквально в выходные было согласовано открытие доставки и самовывоз в Краснодаре, в пиццерии «Краснодар-3», поэтому давайте поздравим нашего партнера Сергея Ревука. Поздравлять Сергея практически на каждой ежедневной встрече уже становится доброй традицией, и я думаю, все будут довольны, особенно сам Сергей, если мы эту традицию дальше продолжим. Также на прошлой неделе наш главный пицца-акробат, наш Месси в мире пиццы, Толик Сурков, занял второе место на чемпионате по пицце-фристайлу, который проходил в рамках PIR-экспо. Чуть-чуть не дотянул до первого места, это слова самого Толика, но тем не менее прогресс налицо, потому что в прошлом году было третье место, в этом году второе. В общем, ждем победы в следующем году. Наша главная метрика, like for like, продолжает медленно, но верно расти, и я лично это связываю с тем, что потихонечку-потихонечку вводится во все большее количество пиццерий. Салаты, кусочки, естественно, это увеличивает количество заказов. Мы решили провести сравнение пиццерии, это пиццерия Орбита, Сыктывкар 3, где 16 сентября были введены кусочки. Мы взяли по два периода из прошлого года 2015 и из этого года 2016 и сравнивали их между собой. Так вот, если когда сравнивались периоды, когда и в прошлом, и в этом году кусочки не продавались, like for like, прирост количества заказов был всего в районе полутора процентов. А когда мы сравнивали период в прошлом году и в этом году, когда в прошлом кусочки не продавались, а в этом продавались, like for like составил уже 22%, то есть был взрывной рост количества заказов. Поэтому ждем как можно более скорейшего ввода кусочков и салатов в как можно большем количестве пиццерий. Это нам очень сильно повысит нашу головную метрику. Итак, собственно, почему я в начале еженедельной встречи начал с вами говорить по-японски? Потому что я хочу немножечко рассказать о компании, которая родом из Японии, о компании Toyota. Вам всем эта компания хорошо известна, это одна из успешных компаний не только в мире бизнеса, а вообще в принципе. Также эта компания известна тем, что она, возможно, является компанией с самой мощной корпоративной культурой. И интересен тот факт, что в течение долгого времени, в течение десятилетий корпоративная культура Toyota не была никак описана. То есть были какие-то внутренние правила, какие-то негласные, негласные, неписанные законы, по которым жили сотрудники Toyota. И когда новый человек приходил работать на завод, либо в офис, он как-то органично погружался в эту атмосферу, в эту среду, которая была заранее уже создана. Но компания Toyota начала выходить на международные рынки, стали появляться заводы в Америке, в Европе. И появилась необходимость в том, чтобы корпоративную культуру Toyota как-то описать. И в 2001 году тогдашний президент компании Toyota, господин Фудзио Тео, создал документ, который назывался «Философия Toyota 2001». И тойотовцы очень настаивают на том, чтобы название этого документа произносилось именно так, как оно написано на этом слайде. «Философия Toyota 2001». То есть они говорят, да, этот документ, он описывает нашу корпоративную культуру, он описывает нашу философию, но по состоянию на 2001 год. Наша корпоративная культура, наша философия – это живой организм, он постоянно меняется, он постоянно совершенствуется. Совершенствуется он потому, что все в Toyota построено вокруг процесса непрерывного совершенствования. Это один из двух столбов, столбов наравне с уважением к людям, на которых зиждется компания Toyota. Причем непрерывное совершенствование по компании Toyota заключается в постоянном выявлении проблем и поиска их решений. На Toyota очень интересно подходит к вопросу выявления проблем. Когда на Toyota сталкиваются с проблемой, причем неважно, осознанно они искали эту проблему, либо что-то произошло, там никогда не ищут виновного. Потому что если вдруг виновный будет найден, если к нему будут предприняты какие-то меры, к примеру, он будет уволен, на его место может прийти человек, который точно так же может ошибиться. Поэтому на Toyota пытаются сам процесс выстроить так, чтобы не было места для ошибки, чтобы вероятность ошибки абсолютно любого сотрудника исключить полностью. Когда я об этом читал, в той книжке, которую я читал, были приведены воспоминания одного из сотрудников Toyota. И ситуация была следующая. Это был один из его первых дней работы. Он работал на конвейере и допустил ошибку. Он там неверно закрутил гайку. При этом рядом никого не было, и он мог бы ничего не сделать, и его ошибки бы никто не заметил. Но вместо этого он подошел к менеджеру своему, сказал, что вот я совершил ошибку, он остановил конвейер. Менеджер ему ответил, ну ничего страшного, мы с этим разберемся, продолжай работать. В конце смены у них была планерка, и когда этот сотрудник зашел на планерку, он увидел, что все на него как-то странно смотрят. И он подумал, что ну вот, сейчас меня начнут ругать, обвинять в том, что я ошибся, может быть, даже уволят. Но вместо этого сотрудники, которые были на планерке, начали ему аплодировать. И таким образом они приветствовали его смелость, то, что он подошел к менеджеру, признался об ошибке, хотя этого мог никто не заметить. В общем, на Toyota поощряется такой подход. На Toyota есть огромное количество, на каждом заводе есть огромное количество самых разных кружков. Кружок по улучшению стандартов, кружок по повышению качества, кружок по улучшению эффективности. Наверняка на каком-нибудь из заводов Toyota есть кружок по улучшению кружков. Я не удивлюсь этому. Известен, достаточно известен такой прием обучения, который применяется в Toyota, когда он относится в основном к менеджерам, когда сотрудника приводят в Ембо на завод, его там оставляют, рисуют вокруг него мелом круг. И он должен в этом кругу стоять и наблюдать за происходящим для того, чтобы подмечать, находить проблемы, выявлять пути улучшений. Он так может стоять в течение нескольких часов, даже весь день. Значит, в конце этого стояния он встречается со своим наставником, который на Toyota, естественно, называется Сенсей, и они разбирают наблюдение этого человека. Собственно, почему я об этом говорю? Потому что постоянное совершенство, это в том числе является одним из принципов нашей компании в Dodo Pizza. И у нас есть перед глазами живой пример, пример компании Toyota, которая свой многолетний успех строит вокруг именно процесса непрерывного совершенствования. И я думаю, что нам можно было бы пойти по их стопам, перенять во многом их опыт и тоже более серьезно относиться к этому принципу. Напоследок, хочу всем порекомендовать вот эту книгу «Корпоративная культура Toyota. Уроки для других компаний». Эта книга является, на мой взгляд, эталоном того, как должна быть устроена внутренняя кухня в успешной компании. Всем советую почитать, найдете уйму полезной информации для себя, ну и вообще просто интересная книга. На этом у меня все. Я передаю слово Ивану Тихову, который расскажет об одном из своих проектов. Всем привет, доброе утро. Одной из первых задач в рамках моей работы в управляющей компании было оценить целесообразность, возможность видеонаблюдения, использования видеонаблюдения для контроля качества изготовления теста. Чтобы решить эту задачу, сначала мне предстояла менее масштабная задача внутри нее, это определить, собственно, что же такое идеальное тесто. Для этого я погрузился в процессы, прочитал все стандарты неоднократно, вышел в учебном центре, сделал замес своими руками. И первое время у меня было такое устойчивое ощущение, что идеальное тесто – это магия. Так много факторов, так много неучтенных обстоятельств могут повлиять на рецепт, на конечный результат, что мне казалось на первых порах, что управлять этим практически невозможно. Но, конечно, это не так. Я вспомнил формулу нашего бизнеса в целом розничного – retail is detail. И декомпозировав все количество факторов, мелкие бизнес-процессы, стало понятно, что тесто – это тоже о деталях. Итак, сам непосредственно замес теста, один конкретный замес, состоит из, по моей оценке, вот такой вот кратко разбитый, из около 60 мини-бизнес-процессов, мини-процессов, которые должны в правильном порядке и качественно выполняться. Если же брать эту всю магию, начиная от поставщика и заканчивая коробкой, открытой клиентом, то это более 100 маленьких операций. Как можно все это контролировать, как это можно наладить? Ну, рецепт, на самом деле, для управляющих, для менеджеров пиццерии только один – это надевать фартыки и выходить на кухню. Дело в том, что стандарты, если выполнить все, от ай до я, каждый маленький процесс правильно, по стандарту, по тому, как мы это описываем, по тому смыслу, который мы в это вкладывали, управляющая компания, то тесто получается хорошим, качественным и действительно идеальным. Один наш партнер после дня директора писал, что он вышел на кухню, понял, насколько это сложно бывает, собрать тесто именно так, как оно задумано. Но это возможно, и результат его очень порадовал. Почему нарушаются стандарты? Или почему они соблюдаются не до конца или интерпретируются неправильно? Как правило, причина в том, что обученные сотрудники перестают в них заглядывать. И поскольку, как я сказал, это большое количество маленьких операций, потихоньку, при ежедневном повторении, какие-то неудобные или какие-то кажущиеся не такими важными, начинают соблюдаться неправильно в пользу упрощения или в пользу собственного удобства, ускорения процесса. Например, после того, как в тестомест помещают воду, масло, соль и сахар, его необходимо помешать лопаткой в течение минуты. На тех видео, что я получил, пиццомейкеры и тестомейкеры мешают это тестоместом. То есть они закрывают крышку и запускают тестомест. Казалось бы, исходя из бытовой логики, и мне самому пришла такая идея, когда я находился в учебном центре, это вроде как бы и правильно, и ты в этом время можешь заняться чем-то другим. Но, как считаем мы, считая это дело продукта, соль, сахар плохо размешиваются в воде таким образом, и тесто становится не очень равномерным. Хотя никто не хотел нарушать стандарт, в общем-то, специально. Соответственно, что нам нужно, что нужно в пиццериях, что нужно контролировать, зачем нужно наблюдать, чтобы тесто было идеальным. Это, безусловно, в первую очередь люди, обученные с перепроверенными знаниями, понимающие каждый стандарт и исполняющего. Это, собственно, стандарты. Их необходимо трактовать так, как они написаны. Если у тестомейкера возникают проблемы, он должен подойти к менеджеру, к управляющему, понять, почему это должно работать так, а менеджер, управляющий должен ему ответить. Также, когда ты выходишь на кухню, ты понимаешь, что на твоей конкретно кухне может быть устроено не до конца эффективно, потому что все детали, все нюансы невозможно предусмотреть даже при проектировании, по которому у нас есть достаточно большой опыт. Там может где-то отсутствовать в правильном месте корзина, где-то неудобное расстояние до раковины, и опытный менеджер, управляющий, после того, как он выходит на кухню, он это понимает, он ускоряет, улучшает, оптимизирует бизнес-процессы. Также я бы заострил свое внимание на контроле времени и температур. Частые ошибки в том, что тестомейкер пытается успеть все сразу, особенно это актуально для пиццерии, не для ПРЦ, потому что есть какие-то задачи в других цехах, нужно куда-то убежать, нужно что-то сделать, нужно начать следующий замес. И тесто часто лежит долго на столе, избыточное время. В октябре Гелстандарта совместно с продуктом ввели уточнение в стандарт, теперь время, за которое должно быть нарезано, сформировано и отправлено в холодильник тесто, с момента, как его вытащили из тестомета, составляет полчаса. И я рекомендую пиццериям больше внимания уделять контролю температуры, ставить таймеры, например, потому что часто ставят тестомес, либо отправляют плюшки в холодильник, засекают время на глаз, а потом другие задачи отвлекают внимание. И опять же, не по причине злонамерения, а по причине невнимательности или перегруженности задач происходит нарушение в рецептуре, и тесто становится перегревшимся, либо обветренным, и не получается, конечно, идеальным. Ну и последнее, не стоит изобретать велосипед. Я услышал о большом количестве, узнал о большом количестве нестандартных практик, которые на месте пиццемейкеры вводят, исходя из собственного понимания того, как бы было лучше. Кто-то накрывает пленкой тесто, которое лежит на столе, кто-то там мажет руки маслом, чтобы тесто это вытаскивать. В лучшем случае это просто усложняет бизнес-процессы, в худшем это критически влияет на качество теста. Поэтому, когда у пиццемейкера возникает идея, как оптимизировать процесс, и должна быть правильно выстроена обратная связь в пиццерии, он должен пойти к менеджеру, к управляющему, донести свою идею. Менеджер либо должен знать ответ, почему это не сработает, почему так делать не стоит, либо он может связаться с нами и подбросить эту нам идею. Возможно, мы сможем масштабировать опыт, возможно, мы сможем улучшить, как-то ускорить наши бизнес-процессы. Что касается самого видеонаблюдения, мы получили, как мы решали, как шел этот проект. Мы попросили наших партнеров, у которых уже установлены видеокамеры в цехах теста, прислать нам видео с замесами. И несмотря на то, что достаточно у многих партнеров установлены видеокамеры, и многие высказали желание поделиться с нами этим видеозаписями, мы получили не так много записей, по той причине, что выяснилось, что во многих пиццериях менеджеры, управляющие франчайзи не очень хорошо знакомы с собственными системами видеонаблюдения. Я помню в свою бытность франчайзи, когда мы установили 8 камер в нашей пиццерии и поставили компьютер, который все это записывает. Первые несколько месяцев я даже не знал, как оттуда эти видеозаписи вытащить. На облачный сервис тратить деньги не хотелось, он показался тогда дорогой. Постоянно мы видео не использовали, в итоге вложившись в инфраструктуру, фактически она не приносила нам никакую ценность. Поэтому тем, у кого стоят камеры, я рекомендую разобраться с ними окончательно, чтобы когда понадобится, когда будет необходимость посмотреть какой-то видеоархив, какую-то историю, вычленить какой-то кусок видеозаписи, чтобы это было сделать легко и просто, чтобы на это не выходили дни, или чтобы эта задача не была нерешаемой. Собственно, все. На этом я передаю слово Ольге Ситниковой. Она расскажет нам про новые материалы для обучения сотрудников. И еще раз доброе утро, друзья. Как Иван уже сказал, хочу вам рассказать о некоторых новых материалах для обучения. Эти материалы мы уже довольно длительное время успешно используем в учебном центре. По этим материалам уже обучились наши многие франчайзи, многие сотрудники офиса. И теперь мы хотели бы поделиться ими с нашими пиццериями. Для того, чтобы понять, в чем плюс новых материалов, давайте вспомним, как происходило обучение в пиццериях до этого момента. Сотрудник приходил первый день в пиццерию и сталкивался с определенным рядом сложностей. Первое из которых – это навалившийся на него гигантский объем информации. Помимо того, что информации много, сотрудник еще и не имел доступа к этой информации из дома, у него не было возможности посмотреть стандарты, почитать, подготовиться. Поэтому все приходилось заучивать. На одно только прочтение стандартов на смене, только тех стандартов, с которыми мы сегодня будем работать. На каждой смене уходит до полутора часов. В конце дня сотрудник сдавал тест стажера, примерно вот так он выглядел, в котором мы точно так же требовали, чтобы он заучил ответы на вопросы. И принимая этот тест, было очень сложно определить, человек просто выучил или он действительно понимает, как это работает. Позже у нас у сотрудников уже появился доступ в базу знаний, но все так же было сложно, зайдя туда, понять, а что мне нужно именно сегодня прочитать, изучить и что мне со всем этим делать. Поэтому новые тесты по стандартам решают эту задачу. Задачу того, чтобы человек не чувствовал себя потерянным, чтобы не происходило моментов, когда он что-то не успел запомнить, не успел понять и просто в итоге обучение не затягивалось. Для этого новые тесты начинаются с небольшой вводной части, в которой мы рассказываем о том, какая информация, какие стандарты понадобятся человеку на следующей смене и где их можно найти. Теперь тесты человек выполняет до смены, чтобы к ней подготовиться. Соответственно, после прочтения всей необходимой информации мы предлагаем ему ответить на вопросы. Вопросы мы поделили на две категории. Первая из них требует просто найти информацию в стандарте и переписать ответ в форму. Вторая категория вопросов уже требует использовать те знания, которые человек получил, прочитав стандарты. Например, мы даем список маркировок и просим расставить лексаны с этими маркировками в правильной последовательности. Или, например, после изучения рецептов пицц и схем раскладки человек тренируется работать с ними и решает какие-то задачки на определение того, какая пицца изображена на схеме, какого ингредиента не хватает, для того, чтобы эти знания лучше уложились в его голове. Кто сейчас может по схемам сказать, что за пиццы изображены? Халапенье, да, узнали. Да, пицца халапенье. Мексика, а вторая? Все проще, это раньше. Таким образом мы как раз можем проверить, насколько человек может применить ту информацию, которую он прочитал. И благодаря этому человек выходит на смену уже более уверенный в своих силах, у него остается гораздо больше времени на реальную практику на смене, а инструктор, уже получив готовые ответы, может акцентировать свое внимание на тех вопросах, в которых стажер допустил ошибку. И, соответственно, работать уже индивидуально с этим человеком по его проблемным зонам. Для кого подходят эти тесты? Естественно, в первую очередь они подойдут для обучения всех новых сотрудников, как в открывающихся пиццериях, так и в действующих. Полностью тесты соответствуют нашей шестидневной программе обучения. Помимо этого, мы также рекомендуем использовать эти тесты для переаттестации ваших опытных сотрудников. Для чего это нужно? Во-первых, вы можете убедиться, что ребята помнят стандарты. Во-вторых, что они знают все обновления. Ну и в-третьих, то, что они могут действительно все то, что они получили в стандартах, применять на практике и могут с этим дальше работать. Все тесты по стандартам выполнены в Google формах. И для того, чтобы вы могли ими воспользоваться, достаточно написать письмо-запрос на почту Николаю Матистову. Почту вы видите на экране. После вашего письма для вашего города будет создана папка, в которой будут представлены все абсолютно необходимые материалы. Вы получите к ним доступ и сможете дальше использовать. Всем удачного обучения, продуктивной недели и бодрого понедельника!